Добрый день, уважаемые 11-классники, а также все любители химии. Сегодня тема нашего учебного занятия – закон сохранения массы веществ, закон постоянства состава вещества, закон авогадро, малярный объем газа. Как говорил великий русский химик Менделеев, наука начинается с тех пор, как начинают измерять. Точная наука немыслимо без меры. Как вы понимаете данное выражение? Надеюсь, вы все ответили правильно. В этом заключается научный подход, то есть метод познания вещества, его свойств, которые выражаются обычно с помощью качественных и количественных характеристик. Основными задачами нашего учебного занятия являются повторить и закрепить знания о количественных характеристиках химического вещества, закрепить знания о законе сохранения массы веществ, о законе постоянства состава веществ, о законе авогадро, совершенствовать умение решать задачи и производить расчеты с использованием полученных и закрепленных знаний. Давайте для начала вспомним с вами и ответим на небольшие вопросы. Вы можете поставить видео на паузу. Когда будете готовы, запустите видео и проверьте себя. Как называются и обозначаются величины, характеризующие массу частиц вещества? Правильный ответ – это относительная атомная масса, относительная молекулярная масса и масса атома. Как обозначают массовую долю вещества в смеси и объемную долю вещества? В химии, физике и других областях естествознания используется физическая величина, характеризующая число частиц в данной порции вещества. Эта величина получила название «количество вещества». При химических расчетах, когда речь идет о химических веществах, эту физическую величину следует назвать химическим количеством вещества. Количество вещества или химическое количество вещества – это физическая величина, равная отношению числа структурных единиц, составляющих его порцию, к постоянной авогадро. Измеряется химическое количество вещества в молях. 1 моль содержит 6,02 на 10 в 23 структурных единиц вещества – атомов, молекул, ионов или формульных единиц. Использование единицы измерения количества вещества позволяет взвешивать вещества определенными порциями количеством 1 моль или несколько молей. Масса 1 моля вещества численно равна молярной массе. Ее также можно рассчитывать делением массы порции вещества на его химическое количество. Молярная масса вещества – это величина, равная отношению массы порции вещества к его химическому количеству. Давайте решим небольшую задачу и определим массу 5 моль кислорода. Вы можете поставить видео на паузу. Когда будете готовы, проверьте себя. Правильный ответ – масса 5 моль кислорода будет равна 160 граммам. Помимо молярной массы, каждое вещество имеет молярный объем, то есть объем вещества количеством 1 моль. Молярный объем газа – это величина, равная отношению данной порции вещества к его химическому количеству в этой порции. Обратите внимание, объем газа зависит от температуры и давления, поэтому при расчетах следует брать объем газа при нормальных условиях. Нормальными условиями считается температура 0 градусов Цельсия и давление 101,3 кПа. Молярный объем 1 моль любого газа при нормальных условиях всегда одинаков и равен 22,4 дм3 на моль. Давайте решим небольшую задачу. Какую массу будет иметь порция оксида серы 4, объем которой 13,44 литра при нормальных условиях. Решение. Перейти от объема вещества к его массе, можно зная количество вещества. Найдем количество вещества оксида серы 4. Оно будет равно 0,6 моль. Далее найдем малярную массу оксида серы 4. Зная количество вещества оксида серы 4 и его малярную массу, найдем массу оксида серы 4. И получим ответ. Масса оксида серы 4 равна 38,4 грамм. Важнейшей характеристикой вещества является его состав, который в химической практике обычно определяется с помощью качественного и количественного химического анализа. Еще в начале 19 века, в 1801 году, французский ученый Пруст исследовал состав некоторых химических веществ, полученных различными способами или привезенных из разных частей света, сформулировал закон постоянства состава. Закон постоянства состава звучит следующим образом. Всякое химически чистое вещество молекулярного строения, независимо от способа получения, имеет постоянный состав. Обратите внимание, развитие химии внесло дополнение в закон постоянства состава. Оказалось, что этот закон строго выполняется только для веществ молекулярного строения. Так, например, в любой молекуле углекислого газа содержится один атом углерода и два атома кислорода, и состав этого вещества изменяться не может. Закон Пруста указывает на то, что состав индивидуального чистого вещества может быть описан определенной химической формулой. Решите, пожалуйста, задачу. Вы можете поставить видео на паузу. Когда будете готовы, запустите видео и проверьте себя. Установите формулу углеводорода, если известно, что это органическое вещество содержит водород и 81,8% углерода по массе. Для начала запишите, что вам дано и что необходимо найти. Неизвестное вещество вы можете обозначить через индексы x и y. Одним из способов решения данной задачи является использование формулы массовой доли элемента в веществе. Напоминаю, что для индексов возможны только натуральные значения. Следовательно, полученные значения вам необходимо будет домножить до цельночисленных значений. Ответом в этой задаче является формула углеводорода С3H8. Обратите ваше внимание, что процесс превращения одних веществ в другие, без изменения общего числа и природы атомов, из которых эти вещества состоят, называют химической реакцией. Так, например, при взаимодействии соляной кислоты и щелочи происходит образование натрий-хлор и воды. В молекулах исходных веществ, в молекулах продуктов реакции содержатся атомы хлора, водорода, кислорода и натрия. Их число не меняется, поэтому и масса веществ остается неизменной. Таким образом, мы с вами видим, что действует закон сохранения массы вещества. Масса веществ, вступивших в химическую реакцию, равна массе образовавшихся веществ. Давайте решим с вами задачу. Вы можете поставить видео на паузу. Когда будете готовы, запустите видео и проверьте себя. Рассчитайте объем водорода при нормальных условиях, которые выделятся при взаимодействии кальция химическим количеством 0,5 моль с соляной кислотой. Для начала запишите, что вам дано и что необходимо найти. Рассмотрим решение задачи. Первое. Запишем уравнение реакции и поставим коэффициенты. Второе. Определим химическое количество выделившегося водорода. 1 моль кальция вытесняет 1 моль водорода. 0,5 моль кальция вытеснит х моль водорода. Составив пропорцию, узнаем, что химическое количество водорода будет равно 0,5 моль. Рассчитаем объем водорода, поставив в формулу уже известное химическое количество водорода. Также будем использовать постоянную величину молярный объем газа, равную 22,4 дм3 на моль. Произведя арифметические действия, выясним, что объем водорода будет равен 11,2 дм3. Еще одним из основных законов химии является закон Авогадро. Амадео Авогадро в 1811 году сформулировал закон, согласно которому в равных объемах различных газов при одинаковых условиях содержится одинаковое число молекул. Объяснение этого закона кроется в особенностях газообразного состояния вещества. Как вам известно из курса физики, расстояние между молекулами газов многократно превышает размеры самих молекул. Поэтому объем, занимаемый определенной порцией газа, зависит в основном от этих расстояний, а не от размеров молекул. Для решения практических задач важны следствия из закона Авогадро. Первое следствие. Одинаковое число молекул любого газа при одинаковом давлении и температуре занимает равный объем. Второе. Малярный объем газов величина постоянная при неизменных температуре и давлении и равна 22,4 дм3 на моль. Третье. Масса одинаковых объемов двух газов при одинаковых условиях относится, как их малярная масса. Отношение малярных масс газов называют относительной плотностью первого газа по второму. Решите предложенные задачи. Первая задача. Определите малярную массу газообразного углеводорода, если его относительная плотность по водороду равна 22. Правильным ответом на данную задачу будет Малярная масса углеводорода будет равна 44 г на моль. Вторая задача. Какой объем при нормальных условиях займет кислород массой 10 г? Правильным ответом на эту задачу будет Объем кислорода равный 7 дм3. Подведем итоги нашего учебного занятия. Количество вещества – это физическая величина, равная отношению числа структурных единиц, составляющих его порцию к постоянной авогадро. Всякое химически чистое вещество молекулярного строения, независимо от способа получения, имеет постоянный состав. Масса веществ, вступивших в химическую реакцию, равна массе образовавшихся веществ. Основным законом химии, характеризующим газообразное вещество, является закон авогадро. В равных объемах различных газов при одинаковых условиях содержится одинаковое число молекул. Всю необходимую информацию вы можете найти в учебном пособии «Химия 11 класс», параграф 4, 5 и 6. Спасибо вам за внимание и успехов в учебе!